Валерий Павлович Бенельников, доктор наук технических и президент общественной одной академии, общественной которой называется прикладной информационологической уфологией. А, аномологией. Аномологией. Так, пожалуйста. Я на сегодня поговорю, пожалуйста, несколько раз. Да, да, я с этого начну. Я хочу, во-первых, поприветствовать сороковые, будем говорить, как раз, зигельские чтения. Как видите, те цифры, которые сегодня Александр Евгеньевич разозвучил, они действительно большие, очень значимые, и популяризирование того направления, которым занимался Зигель, и мы занимаемся, это очень важный аспект. Я хотел подарить в связи с этим Александру Евгеньевичу 15 выпускайшинских чтений, где у нас есть совместная статья Бурдаков, Мельников, Бурдаков, Куркин, по поводу, будем говорить, концепции развития современных. Он знает, он его в этом знает, и он имеет этот образец. И к тому же там очень много в этих 15-х Качинских чтений, это летный состав бывшего Качинского училища авиационного, которое было расформировано в 90-х годах. И они вот уже 15 выпусков этих чтений проводят и выпускают в сборники докладов и статей. В том числе и одна из статей из наших, которую я докладывал на прошлых Зигельских чтениях. Теперь тема, которая, собственно говоря, сейчас и представляется нами, так как я являюсь президентом Академии информационологической и прикладной аномологии, то есть это новая наука по аномальным процессам и явлениям на Земле и в космосе, так мы значимся и в Федерации космонавтики. Но прежде чем перейти непосредственно к изложению доклада, я хотел бы попросить, будьте добры, дайте первый слайд. И надо свет выключить, да? Выключить свет. Связано это с тем, что неделю назад умер руководитель нашего направления, очень важного направления, которое многие знали в области, кажется, уфологии. Это Владимир Николаевич Лисин. Значит, вот мы здесь представили такой вот небольшой некролок с его обозначениями у нас. На сайте он у нас висит, на нашей Академии. И я хотел бы попросить всех присутствующих помянуть его память вставанием со своих крышей. Минуты молчания. Спасибо вам большое. Я также хочу сделать объявление по поводу того, что Владимир Николаевич, значит, был и в Академии уфологии, и у нас в Академии возглавлял направление космология и естествознания. Это человек, который впитал в себя такой громадный архив знаний, что был ходячий энцикломедией. Мы собираемся в апреле месяце у себя на заседании рассмотреть его память, в память ему, рассмотреть его работы, связи, контакты и участие во всем той просветительской деятельности, которой мы занимаемся. Поэтому, значит, на нашем сайте и в том числе на потом дальнейшем, позванивая, если кто пожелает поучаствовать в этом заседании, почтить его память, послушать, что был за человек и сколько он работ в каких направлениях осуществил, может быть, даже и выступить, мы милости просим прийти к нам. Обычно всегда это заседание проходит в радио в ТУЗе Московского лиционного института. И такое объявление, если кто-то подаст заявки, то вот здесь вот у нас есть Илья Брониславович Прокопенко, он там сидит. Будьте добры встаньте, Илья Брониславович. Если кто хочет участвовать, передайте ему телефоны, свои реквизиты, и он вам отзвонит и пригласит на то время, которое будет в режиме между, наверное, 12 апреля и концом Пасхи. Значит, это в районе до 18 апреля. Значит, вот такое печальное событие. Ну и, естественно, нас очень беспокоит дальнейшее развитие этого направления, научного направления. Теперь по поводу угроз и проблем. Мы называем вообще-то космопланетарной безопасностью человечества. Будьте добры, первый, второй слайд. Я хотел бы отметить, что мы живем, и, наверное, многие видели эту картинку. Извините. Да-да, дайте третью картинку, пожалуйста. Значит, мы живем вот в таком мире, в космологическом мире. Мы, это в рамках нашей Далактики, живем в двух зонах обитаемости. Первая зона обитаемости как раз касается... Значит, зона обитаемости первая галактическая. И мы оказываемся на четвертом витке, то есть спирали, которая выходит из центра нашей галактики. Это солнечное расположение солнечной системы. То есть в нашей территории. Вот это все было вдвоем, один-единственный материк. И вот когда происходили астероидные воздействия на Землю, то вот здесь, будьте добры, следующий слайд. Эта пангея разбила Северную и Южную Америку, и Африку, и Европу. Она заставила двигаться патологические плиты, и получились вот эти два, появившиеся два места падения астероида, это вот это вот место, значит, почти Карибского моря, так, и Южную, вот здесь вот так называемый чилийский, вот чилийский слева, а вот здесь аргентинский впаден. Вот эти два астероида упавшие, причем здесь вот было три астероида на самом деле. Один астероид прошел, который остановил вращение Земли, он шел с востока на запад. И произвел, значит, за образование там апалачей, значит, здесь вот этих самых гор американских, и образование этой котловины, и, в общем-то, деформация ряд островов. А вот Южный, значит, ну, второй астероид прошел, причем по моделям или сведениям, что он прошел буквально через неделю. И, вроде бы, опять заставил Землю вернуться к системе, тому вращению, которое было до этого. То есть он шел, наоборот, с запада на восток. И вот третий астероид, который загнул Южную Америку, и в том числе отодвинул Антарктиду. Причем я хочу сказать, что именно вот в этом месте, это вот котловины, вот эти вот, то есть Саргасов море там, образованные котловины, вот это вот, это как раз следы астероидов, которые появились непосредственно после удара, значит, после его ударов. Еще один момент надо выделить, что во время удара по Северному, по Северному Леновитому океану, оказывается, знаете, как вот направленное действие через жидкой, значит, жидкостью, магмой наполненный шарик, значит, произошло в выжимании Антарктиды. И Антарктида выросла, то есть появилась как возвышенность, причем большая возвышенность. Пожалуйста, вот тебе новый следующий слайд. И вот здесь вот надо учесть, что, ну, тут вот, собственно говоря, старые карты, где была Атлантида, где была Гиперборея. И вот старые карты показывают о том, что то последнего потопа, то есть это вот все удары астероидов, это потопы. Причем первые вот эти, которые я рассказал, пять, они все очень громадные, сильные потопы. Они закрывали большие территории, и после них появилось оледенение. А вот потоп, который произошел от Черного моря, считается, что здесь упал двойной астероид, разделившийся на два. Он упал, и вот таким образом вот здесь образовал, это Черное море практически связал потом с мраморным, то есть с Средиземным, и здесь образовался ряд проходов. И в том числе это как раз этот потоп, который уничтожил Атлантида. Это считается где-то в районе 10-12 тысяч лет тому назад. Вообще опасность астероидная, будьте добры, следующий слайд. Опасность астероидная, но это вот как раз следы вот этого северного удара Северного Ледовитого океана, астероида по Северному Ледовитому океану, вот эта траектория, вот эта граница. Будьте добры, следующий. Здесь вот выделено Мексиканский залив после удара астероида, вот это Саргасово море остатки, и здесь очень много кратеров, в том числе и Патумский кратер тоже считается, на Американский считается тоже к числу относится. Пожалуй, следующий. Это южная часть, еще следующий. И вот теперь я хочу отметить следующее, что другой опасностью является наша экологическая, то есть техногенная деятельность человечества. И здесь появляется, как видите, очень много возможностей, которые уже есть, и считается, что где-то более 12 тысяч видов космического мусора, который в результате космической деятельности человечества летает вокруг Земли. Буквально сегодня вы, наверное, слышали по радио, что сегодня ночью экипаж МКС перешел в орбитальный отсек защитный, потому что надривается встреча с одним из элементов космического мусора. Причем довольно-таки крупно. И скорости движения очень высоки. Эти скорости достигают и для малых частиц, где-то в районе 7-8 км в секунду. А для крупных они даже бывают побольше, то есть почти находятся на уровне выше, чем первая космическая скорость. Так вот, эти скорости очень высоки, и при малых даже размерах частиц, при том, 0,5 мм размером, приводят к прожиганию коскафандров. Еще минут пять. А вот более крупные, где 5 мм, приводят к прожиганию оболочек МКС. Так что опасность этого очень велика, и, откровенно говоря, засорение происходит и дальше. И я думаю, что нашим космонавтам это многое известно. Но, тем не менее, она остается экологической, это так называемая, опасность. Следующий, пожалуйста, слайд. Теперь по поводу геопатогенного состояния Земли. Дело в том, что удары и, мы говорим, что расставление составленной следы от космических, то есть присутствие астероидов, это, кажется, один из видов воздействия угроз на наше функционирование. Но самая сейчас последняя, что наибольшую угрозу составляет чисто геопатогенная деятельность нашего планеты. И вот первым примером является так называемое наличие супервулканов. Если мы знали с вами деятельность обычных вулканов, которые жерлами своими уходят от Земли вверх в атмосферу и выплевывают этот пепел, камни и все остальное, магму, то вот в данном случае здесь вот есть так называемый знаменитый эллистонский американский супервулкан, который, кстати, там два вулкана, который в результате извержения где-то в районе 640 тысяч лет назад, он извергается примерно в 2 миллиона 100 лет, потом в 1,5 миллиона и потом в 640 последних. Здесь образовался целый парк, так называемый национальный парк Америки. И вот здесь сейчас замечено, что начал подниматься магма супервулкана, который находится на 5-метровой глубине, но она поднимает с собой еще, к тому же, и породу, и она находится очень близко к поверхности. Начала подниматься, причем со скоростью очень приличной, в год примерно до 20 сантиметров. Это уже забеспокоило, в том числе прогнозирует, что это может выйти на поверхность, тем самым образовать взрыв супервулкана, приведет к уничтожению практически всей Америки. Радиус действия этого супервулкана, вообще он под землей, его исчисляют размером 50 на 20 километров, а на самом деле, если он взорвется, то будет это в районе 2 тысяч километров на 3 тысяч километров. Пожалуйста, следующий слайд. Подобные, вот на спутнике Ио, значит, космический аппарат зафиксировал подобные выбросы этих самых кальтер, это называется кальтер, выбросы на поверхности спутника, там, где есть вулканическая деятельность. Вот это вот такие формы кальтер, где кипящая лава, это спутники Юпитера Ио, на котором это самое, заметны вот такие следы. То есть можно привести к этому, к такому состоянию. Следующий слайд. То есть примеры есть. То же самое на Земле. Это вот так знаменитое озеро Тобо. В результате взрыва супервулкана, который лежал под этим озером Тобо, вот этот вырос на высоту 600 метров из вулканического пепла и магнезии всей этой, на высоту 600 метров. Вот такой вот остров, который вырос где-то в районе там 1500 лет тому назад, но во всяком случае вот такие остатки от воздействия, магматического воздействия нашей земной коры. Следующий, пожалуйста, следы. И здесь я хочу отметить, кроме вот этого самого случайных вопросов мусора, в то же время появились введения столкновений даже космических аппаратов. В данном случае вот здесь вот есть результат столкновений по траекторному изображению нашего космического аппарата, который был уже заморожен и летал, значит, отработал свой срок в 1995 году, а и американского, значит, наш летал вот по этой орбите, а американский летал по поперечке. Ну здесь угол, правда, был не пепетикулярный, не 90 градусов, а там был 120, вот этот угол гораздо меньше 30 градусов. Пожалуйста, следующее слайд. То есть эта техногенная деятельность человека может привести к тому, что все эти случаи участятся. Как бы показывать сегодняшний случай, что мы имеем? Это виды плажменных образований, которые существуют возле планеты. Это в виде комет. То есть это кометные, что ли, образования, они тоже имеют соответствующие характерные воздействия и опасность. Пожалуйста, следующее слайд. И здесь надо бы отметить, что кометное присутствие вокруг Земли, которые, кометы, которые уходят почти из Солнечной системы, возвращаются, например, Хэлла-Бомпа. Вот эти траектории, вот видите, они показаны здесь траектории, здесь вот траектории. Причины их такого дальнего ухода и возвращения к Солнцу неизвестны. Хотя мы знаем, что кометы являются своего рода ну или рассадниками, так уже исторически сложилось, различных эпидемий, и в том числе вот заражение нашей атмосферой и Земли. Будьте добры, следующее слайд. Нет, по-моему, все, да? Я хочу отметить, что есть еще, конечно же, так называемые угрозы, которые, ну, если прямо говорить сейчас, развилась теория панспермии. Панспермии подразумевает это космическое угроза бактериальное. И в действительности даже есть теория того, что нами, с вами управляет разум в бактериальном состоянии, то есть бактерии. И практически даже приходит к тому, что возможно, что мы, наше разумное состояние через мозг, все остальное, оно все равно генетически уже внедрено и заложено в наших бактериальных взаимодействиях. Примеров уже много, уже публикации идут. Я хочу еще другую вещь, одну вещь только в заключении сказать, о том, что имеются и геополитические угрозы. По крайней мере, политика Соединенных Штатов о глобализме, она подтверждается, наверное, тем самым, что у них имеется угроза переселения. И даже сейчас есть сведения, что в Либерии там, будем говорить, готовится место переселения, ведущие верхушки Соединенных Штатов. И, откровенно говоря, роются там соответствующие катакомбы и так далее. То есть достаточно очень много строений, которые предусматривают, очевидно, ту самую политику, которую они преследуют. Вот о чем я хотел. Спасибо вам большое. Спасибо. Успехов в дальнейшей работе.